Добрый вечер! В эфире итоговый выпуск Вести Карачева-Черкесия. Смотрите сегодня в программе. Выявление и раскрытие коррупционных преступлений. Итоги оперативно-служебной деятельности подразделения МВД подвели на коллегии. Готовность школ к новому учебному году межведомственная комиссия оценила готовность примерно десятка городских учреждений образования. Юный велосипедист, сотрудники госавтоинспекции, отдела внутренних дел Карачаевский провели профилактическую акцию на знание ПДД. Притяжение шахматной доски семья Айбазовых и Зуйджигуты показало высокие результаты на первенстве Карачаева-Черкесии по шахматам. Глава Карачаева-Черкесии Рашид Темрезов и начальник управления Росгвардии Республики Руслан Яковлев рассмотрели текущие вопросы взаимодействия органов государственной власти региона и территориального органа Росгвардии по выполнению задач и по обеспечению правопорядка и безопасности жителей республики. Глава региона поблагодарил сотрудников управления во главе с Русланом Яковлевым за профессиональную и слаженную работу по обеспечению общественного порядка во время проведения массовых и общественно значимых мероприятий. В МВД по Карачаевой-Черкесии состоялось заседание коллегии-ведомства. Подвели итоги оперативно-служебной деятельности подразделений МВД и территориальных органов внутренних дел на районном уровне за первое полугодие по выявлению раскрытия коррупционных преступлений, а также преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий. По итогам заседания коллегии министр Владимир Нефедов поставил перед подчиненными ряд задач, обозначил сроки требования к качеству исполнения и поблагодарил сотрудников, которые ответственно и профессионально исполняли свои служебные обязанности. Завершился первый этап приемки образовательных учреждений Черкеска к началу нового учебного года. Сегодня межведомственная комиссия оценила готовность примерно десятка городских школ. О том, на что обращают внимание специалисты различного профиля в сюжете корреспондента Артур Амхце. Специалист Росгвардии проверяет состояние системы видеонаблюдения на территории 18-й гимназии Черкеска, введение журнала посещений, то есть все, что связано с обеспечением безопасности педагогов и их воспитанников. Большое внимание уделено именно безопасности в связи с новыми ситуациями, с новыми реалиями нашей жизни. Это вот у нас Росгвардия. Проверяется работа прежде всего антитеррористического комитета и со всеми связанными ситуациями, которые это журналы, журналы оповещения, работа, кнопки тревожные. И это лишь малая часть тем, которые интересуют представителей городской межведомственной комиссии по приемке детских садов и школ перед началом нового учебного года. Ранее сотрудники нескольких профильных ведомств оценили готовность всех дошкольных учреждений Черкеска и примерно половины общеобразовательных организаций. Теперь посетили оставшиеся школы. Впрочем, по мнению экспертов, чаще всего нареканий к таким объектам не возникает. А если они и есть, время на устранение недочетов имеется. Как правило, школы и детские сады готовы к этому полностью, так как это проводится проверка ежегодно. Ребята и люди знают, чем это заниматься в этом вопросе. Ну а наша задача смотреть, и если есть какие-то мелкие недоработки, недостатки, значит, у нас еще есть время в течение всего августа, чтобы эти нюансы все исправить и поправить. К чему у членов комиссии точно не было претензий, так к состоянию медицинского кабинета в здании 20-й школы, где сейчас квартирует коллектив 5-й гимназии. Мы сейчас находимся в данном кабинете, который вообще соответствует всем санитарным нормам. Оборудован он тоже по стандарту. Мы очень бы рады были бы, чтобы это все было у нас во всех школах, но, к сожалению, у нас очень много приспособленных школ. Вот данное здание и данный вот этот медкабинет, где имеется отдельный процедурный кабинет, где проводятся процедуры, но и по приему и оказанию просто ампулаторной помощи. В состоянии пищеблоков, электрощитовых, коммуникаций, кабинетов – это лишь малая часть того, что также подлежит проверке. Затем эксперты письменно оценят степень готовности учреждения образования, дадут необходимые рекомендации, чтобы предстоящий учебный год все школы и детские сады Черкеска провели на должном уровне с комфортом и соблюдением всех мер безопасности. Артур Мухцемиха Кракелян, Вести, Карачаево, Черкесия. Очередной груз гуманитарной помощи из нашей республики направлен в зону специальной военной операции. 10 тонн питьевой воды, две из которых – военному госпиталю. Помощь оказывается в рамках работы оперативного регионального штаба, организованного по поручению главы Карачаева-Черкесии Рашуда Тимрезова. Запрос наших военнослужащих на нехватку питьевой воды или других средств получает быстрый ответ со стороны властей и населения республики. В сборе участвовали сенатор Российской Федерации Крым-Казануков, а также представители инициативной группы «Помощь бойцам Карачаева-Черкесии». В жаркое время года питьевая вода является одной из самых актуальных и востребованных составляющих гуманитарного груза, говорят волонтеры. «Вот эта машина, которую загрузили, она идет, полмашины идет на госпиталь, остальная идет на передок ребятам, потому что на сегодняшний день очень проблема с водой, большие запросы на воду, очень большие запросы на воду. И желательно вода должна быть даже не в пяти литровых, это у нас нет возможности, в полтора литровых. Если кто может помочь, старой, будем благодарны». МЧС Карачаева-Черкесии информирует о том, что сегодня, завтра и 28 июля ожидаются сильные дожди, ливни с грозой, градом с сильным ветром. На реках подъем уровня воды до неблагоприятных отметок. А в северных районах республики чрезвычайная пожароопасность. Сейчас прогноз погоды от синоптиков, после продолжим. В Карачаево-Черкесии местами кратковременная дождь и гроза, в отдельных районах сильный, ветер восточный – 5-10 метров в секунду. Порывы будут до 14, днем – до 18. Температура ночью – 13-18, в горах – до плюс 11, днем – 23-28 градусов тепла, и местами – до плюс 19. В северных районах – чрезвычайная пожароопасность. В Черкесии кратковременная дождь и гроза, ветер восточный – 5-10 метров в секунду. Днем будут порывы до 14, температура ночью – 16-18, днем – 26-28 градусов тепла и чрезвычайная пожароопасность. Более полутора тысяч жителей Карачаева-Черкесии получают повышенную пенсию за работу в сельском хозяйстве. Надбавка к фиксированной выплате начисляется отделением социального фонда Карачаева-Черкесии при соблюдении следующих условий – человек должен не менее 30 лет проработать в сельском хозяйстве, быть получателем страховой пенсии или пенсии по инвалидности. Проживать в сельской местности и не работать размер сельской доплаты составляет 25% от фиксированной выплаты к страховой пенсии или по старости или инвалидности. Средний размер пенсии с учетом доплаты за работу в сельском хозяйстве сегодня в Карачаево-Черкесии составляет более 30 тысяч рублей, сообщили в Социальном фонде республики. Сотрудники госавтоинспекции Межмуниципального отдела внутренних дел Карачаевский провели профилактическую акцию «Юный велосипедист». Цель мероприятия, как поясняют организации, упряжнение ДТП с участием велосипедов, а также называемых средств индивидуальной мобильности, которыми преимущественно пользуются самые юные участники дорожного движения. Ахмад Халкечев продолжит. На главной площади Карачаевска непривычно много детей. Это самые юные участники дорожного движения на личном транспорте съехались на необычный урок безопасности. В этот раз ликбез по ПДД полицейские решили организовать на открытом воздухе, где есть возможность практического применения вновь приобретенных знаний. Инспекторы напомнили юным велосипедистам и самокатчикам о безопасной езде, как правильно переезжать, переходить дорогу, как правильно себя вести на проезжей части. Это очень важное правило, потому что не все дети, к сожалению, знают эти правила. Не все дети, к сожалению, знают, как правильно переходить проезжую часть. Полицейские, общаясь с юными велосипедистами, разъяснили детям основные правила дорожного движения при управлении двухколесным транспортом. Большая часть урока безопасности была в формате увлекательных игр и викторин с тематическими заданиями. Интересно было, что ты движешься к новой третьей участвовать? Да. А почему? Ну, мне удалось узнать, я повидал разные знаки. Например, узнал, что они обозначают. А сложные задания были? Да. Ну, не прям. А вот ты доезжаешь на велосипеде от пешеходного перехода. Что ты должен сделать? Я с него слезаю и потом перехожу. Также главный пропагандист госавтоинспекции межмуниципального отдела внутренних дел Карачаевский Диана Джужуева напомнила ребятам, что движение велосипедистов в возрасте от 7 до 14 лет должно осуществляться исключительно на дворовых территориях и в пределах велопешеходных зон. Ну, а при движении в темное время суток или в условиях плохой видимости необходимо сделать себя более заметнее с помощью светоотражающих элементов. Ахмат Халкевичев, Ренат Муков, Вести Карачаево-Черкесия, Карачаевск. К новому учебному году завершится строительство спортивного объекта в станице Зеленчукской. Об этом сообщил глава Карачаева-Черкесии Рашид Тимрезов. В двухэтажном современном здании будет все необходимое для комфортных тренировок. Спортивные залы для борьбы и бокса, борцовский ковер. Пропускная способность фока в сутки составит 120 человек. И снова первые юные шахматисты Зарина, Земфира, Зураб, Ибрагим и Ислам Айбазовы из Усть-Джигуты пополнили домашнюю копилку наградами с первенства Карачаева-Черкесии по шахматам, где заняли четыре первых и одно третье места в своих возрастных группах. О своем увлечении, интеллектуальной игрой, впечатлениями с первенства и планах на будущее шахматисты поделились с Аллой Динаевой. Пандемия коронавируса, которая поделила жизнь всей планеты на до и после, повлияла и на жизнь многодетной семьи Айбазовых, но, к счастью, положительно. Во время карантина глава семейства Мурат Абукович начал учить детей играть в шахматы, и результаты превзошли ожидания. Месяц-два, и получилось так, что старший Ислам и средний сын Зураб начали меня обыгрывать. Ну, стало интересно. Был знаком Захарупова Иван Георгиевич, тренирует тоже в Карачаево-Черкесии. К нему Зураба я привел, он сказал, да, способности есть. Да, у него чуть-чуть потренировались, потом Михаил Юрьевич такой тренер есть, у него потренировались. Ну, шел рост, в принципе, какие-то успехи изначально у нас были. И юные шахматисты Айбазовы начали участвовать в турнирах, которые проходили не только в черкесские регионах СКФО, но и в Костроме, Ярославле, Москве и не только. И домашняя копилка медалей стала пополняться, и это только часть этих наград. Младшая дочь Зарина в эти выходные участвовала в первенстве республики среди девочек до 13 лет и победила. У меня был бай, но бай не считается, не считается как бал. Во второй тур я играла с Бардаковой Аминой, с ней я сделала ничью, а следующую я выиграла, она тоже следующую выиграла, и у нас был... Потом мы, когда прошли туры, мы начали играть на первое и второе место. Я два раза выиграла ее. Заняла девочке до 13 лет первое место. В этом региональном турнире участвовал и Ибрагим. На первой стойке червя я провел 45 партий и на всех одержал победу. Молодец. А мечта какая теперь в дальнейшем? Продолжать одерживать победу? Нет. Какая мечта? На слайд госместе. На улице играешь? Мяч, футбол или в основном шахматы? В основном шахматы. И старшая дочь Зимфира Айбазова стала чемпионкой по быстрым шахматам среди девушек до 17 лет. Я с ними играла каждый год, но сегодня не... Ой, то есть в этом году не было сложнее. Кто кумир твой в шахматах? Ну, Магнус Карлсон и Ян Непомнящий. Я хочу, чтобы Ян Непомнящий стал следующим чемпионом мира. Следите за их игрой, да, когда показывают? А я их партии не так анализировала, просто смотрела. Ну, там, окончание позиции. Хочется быть как они? Конечно, хочется быть как они. А самый перспективный шахматист в семье Айбазовых – это средний Сензураб. У него есть победы над гроссмейстерами и действующими мастерами, и дома он тоже чемпион. Мат. Юный шахматист Зураб будущее распланировал. Я хочу стать чемпионом мира по шахматам. Сначала чемпионом России, а потом чемпионом мира стать. И вот расскажи, когда примерно ты планируешь реализовать свою мечту? Сначала я хочу гроссмейстером стать где-то в лет 16-17 примерно. А чемпионом мира лет 20 – это максимально, что я хочу. Возможно, притяжение к шахматной доске приведет этих детей к успеху, и они войдут в список международных гроссмейстеров. Аладинаева, Али Бастанов, Вести, Крачево, Черкисия. Это все вести на сегодня. Прямо сейчас смотрите народный кастинг. Ну-ка все вместе. Хороших выходных. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова